Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного youtube-канала, который ведет Юлия Ру Флорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и его пригороды. Друзья, я хотела просто бы вам напомнить, что если вы хотите с нами связаться, пожалуйста, контакты предоставлены вот здесь, или же под видео Юлия расписывает все контакты, как можно с ней связаться, инстаграм, электронная почта и другие социальные сети. Не стесняйтесь, спрашивайте вопросы, связывайтесь. А сегодня я хотела вам показать еще один очень интересный инвестиционный проект. В данном случае это уже не частный дом, это таунхаус, который также находится в очень популярном комьюнити для сдачи в краткосрочную аренду близко к Дисней паркам. До Дисней парков отсюда езды минут 20-25. Комьюнити называется Терра Верде. Чем интересны все эти таунхаусы? Они безумно, это безумно ухоженная комьюнити. Мы попозже покажем вам аминитис, то есть центры развлечения, клабхаус. А в данный момент этот таунхаус, чем он интересен? Во-первых, у него вид на озеро, во-вторых, у него есть бассейн, а это очень большая редкость. Давайте я сейчас пробегу быстренько по цифрам. Купили мы этот таунхаус за 370 тысяч в конце марта. Сейчас уже продаются такие же таунхаусы за 400-420. Размер таунхауса метраж 1636 квадратных фит, в переводе на метраж 152 квадратных метра. В таунхаусе 4 спальни, 3 санузла. Эчуей 376 долларов в месяц. Но не забывайте, что в таунхаусах Эчуей всегда выше, чем в частных домах, потому что ответственность владельца таунхауса ниже, чем в частных домах. То есть, опять-таки, уход за внешними стенами, крышей и так далее ложится на плечи Эчуей, естественно, Эчуей выше. В частных домах это все ложится на плечи владельца дома. То есть, везде идет нормальная такая пропорциональная связь. Ну, 376 долларов за таунхаус, который будет приносить достаточно хороший доход. Это неплохая сумма. Но здесь, кстати, в таунхаусах пониже налог. Налог 2 800 за год. Ну, здесь нет смысла говорить, сколько акров. 0,05 акра, потому что, в принципе, у таунхаусов нет большой земли. Но вы увидите, что у нас есть хорошего размера задний дворик. Бассейн, да? И бассейн. Но вроде бы все. А из чего сделан? Из чего сделан? Как всегда. Как всегда. Блок, конкрет и стака. И на втором этаже вудфрейм, деревянный каркас. То есть, на первом всегда блок, на втором обычно каркас. Во Флориде, особенно в годах поновее, там, 1996-1907 годов уже начались строиться именно, чтобы первый этаж был блочный, а второй этаж деревянный каркас. Я уже много раз объясняла в других видео, это строится из-за того, что если вдруг, не дай бог, будет ураган, который обычно не доходит до Орландо, но это просто код по строительству. И если уже упадет, снесет второй этаж, это не будет смертельно опасно для жизни. Вот. Ну, может быть, это мое мнение, но я об этом читала. Мне было интересно этот вопрос. Вот такой у нас код по строительству. Давайте пройдем и посмотрим, что у нас было и что у нас стало внутри. Так, он угловой, что мы видим. Угловой, да. Это очень большой плюс, угловой. Да-да-да. Здесь у нас такой ящичек стоит для мусора, можно и посидеть. Обувь одеть. Заходим. Этот анхаус продавался меблированный, но нам, не нам, этим занимался опять-таки хозяин и Юра. Там моя сумочка стоит, ничего страшного, надеюсь. Пришлось поменять мебель, потому что та мебель была симпатична, но в таком своем вкусе. И не очень удобная для туристов. Теперь они купили вот такой шикарный диван угловой. Очень удобный. Светленький. Тоже повесили большой экран телевизора, тумбочка, я смотрю, новая. Ну, такое стильное все. Я думаю, вот смотрите, не заменили, что они здесь это... Стол пока оставили. Обеденный. Как бы, если это поменять на что-то более современное, вообще будет шикарно. Ну, ты знаешь, он в хорошем очень состоянии, пока нет смысла менять. Ну да, пока нормально. Да, не испорчен, картинки новые повесили. Кухня была в таком же состоянии, вся бытовая техника. Все было, да? По-моему, да. Я сейчас не могу вспомнить, потому что я недавно закрыла еще такой же танк. Все не могу вспомнить. Я, Юля, тебе дам фотографии, как он выглядел до продажи. Да, я пошлю тебе фотографии, я сейчас не могу вспомнить, какая была бытовая техника. Давай посмотрим, кстати, если она новая, что похоже новую, значит, они заменяли, значит, здесь была белая. Простите, пожалуйста, мой инвестор, но действительно я уже просто несколько таких же танк-хаусов видела. Закрывала и видела. Слушай, скажи, много, да, сейчас берут? Танк-хаус на самом деле тоже становится очень популярным. Очень много инвесторов из Канады, Нью-Йорк, Чикаго, из Калифорнии, из Сиэтла стали обращать внимание на танк-хаусы, потому что они не собираются сюда переезжать жить, и это очень удобно, не нужен большой уход за этим типом инвестиций. И все-таки подешевле, правильно? Как-никак. И подешевле в покупке, да. Именно этот танк-хаус на сегодняшний день сдается где-то 170-200 долларов в ночь, но опять-таки они недавно выставили его на рынок в Airbnb, сейчас они нарабатывают хорошие ревью, и цены, естественно, пойдут вверх. То есть, как Юра нам объяснял в другом видео, это очень все взаимосвязано, и очень все зависит одно от другого. Да, давай напомним, что у нас есть хороший менеджер проперти, который занимается инвестициями в плане обслуживания. Правильно, да, и он был у нас в предыдущем видео, вы можете посмотреть, послушать. Он очень интересно рассказывал о своем виде деятельности, так что не пропускайте, слушайте, смотрите. Опять-таки здесь все устроено, вся посуда. Посуда, я знаю, здесь была, я не знаю, точно такие же стаканы или нет, ли они поменяли, но все это было наполнено. Классно. Тарелочки. Все есть, да, ножей куча целая. Да, вся утварь на месте. Полотенчики, ложки, вилки. Проходим. На первом этаже очень большой плюс. Давайте сначала мы покажем, я уже сама тут растерялась, здесь стиральная, сушимая машина, они были. Хорошо. Так, здесь, наверное, просто... Это называется Honor Closet, это владельцы закрывают. То есть его сейчас не открыть. Да, какие-то плитовые. Плитовые, может быть, бытовые, ну, что-то по уходу, по мейнтенансу, они там держат, и владельцы, может быть, какие-то свои личные вещи. Так, здесь у нас... Есть на первом этаже спальни. Это очень ценится, если семья приезжает с пожилыми родителями. Родителям не нужно ходить постоянно наверх за каждой вещицей, которую они забыли в своей спальне. Они просто остаются на первом этаже гостевой спальни. Да. Пожалуйста, гардеробная. Отлично. Очень удобно. Ну, и здесь кладовочка небольшая. Вот так здесь стоит. Ну, она небольшая, да, водонагревательная. Водонагревательная. Здесь можно поставить опять-таки швабры какие-то, пылесос, ведра. Проходим на второй этаж. Проходим. Здесь тоже закончили. Ковролин у нас. Ковролин остался, его почистили, профессионально помыли. Ты знаешь, он еще прослужит. Ого-го. Я тоже так думаю. Я думаю, для безопасности в таких местах лучше ковролиновые, правильно, поверхности на втором этаже. В общем, мы заходим. Давайте, раз мы уже повернули в эту сторону. Здесь две практически одинаковые по размеру комнаты. Сделали из них детские. Детская. Понятно. Такое все яркое. Проходи. О, еще одна детская. Для мальчиков, предположим. Тоже, видишь, тематические обои они сюда еще не успели наклеить, но они купили тематические картинки. Постельное белье, что тоже делает комнату такой живой и интересной для детей. Правильно, это же все-таки отдых. Детская комната, которая принадлежит этим двум спальням. Ванная. Все есть. Так, дальше. Ну и проходим, это хозяйская спальня. Очень светлая, да, прям солнце. Да, светлая. Даже я хотела показать, что жалюзи здесь. Мне нравится. Вот это King Size кровать. Да, это King Size. На самом деле, как говорит property менеджер, нужно всегда иметь один King Size, один Queen и хотя бы одну комнату, где будут вины. Правильно. Это просто вот... Винь да положь. Must be, да. Must be. И здесь полная хозяйская ванная. Так, 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 так. Давай, мы не будем вместе. Мамочка. Так, так жарко, что хочется искупаться, но воздержимся. Так, понятно, но она небольшая, здесь одна раковина, но тем не менее... Достаточно. Достаточно, да. За то, какая большая сама спальня. Здесь гардеробная. Все понятно. Так, ну что ж, мы прошли по второму этажу. Здесь еще кладовочка для полотенец. А, кладовочка, ага. Одеялки лежат. Сейчас жирковато все вниз. Да, спускаемся вниз. Немножечко второго света присутствует. Очень светлый там хаос, ты заметила? Да, да, мне очень понравилась вот эта зона отдыха, да, вот это living room. Здесь окна, видите, со всех сторон, большие. Отлично. И выходим на задний дворик. Проходи, пожалуйста. Проходим. Красота. Смотрите, здесь озеро классное. Красивый вид. Очень красивый вид. И обрати внимание, размер бассейна. Достаточно большой. Для таунхауса? Да, для таунхауса. В соседнего таунхауса такого же размера бассейна. Они тут стандартные практически. Ну да. Классно. Не, вид супер вообще. Ну и зона, где можно посидеть, поужинать, вина попить. Интересно, вот я смотрю. Вот лежаки, да, они просто в собранном состоянии, но они есть. Позагорать, я имею в виду. Конечно. А вот скажи еще, для чего вот эти нужны сеточки? И нужны ли они, обязательны ли они? Да, в тех местах, где сдаются на Airbnb, в краткосрочную аренду, сигнализация должна быть. Или, если нет, сигнализация, которая, честно говоря, иногда раздражает. Очень сильно, я знаю. Вот, тогда ставят. Это обязательно, это по коду, чтобы ребенок случайно не вышел через открытую дверь, если маленький ребенок не утонул в бассейне. То есть это обязательно. То есть ее можно, в принципе, самому убрать, если у вас нет детей или нельзя? Я замечаю, если ты сам живешь, ты не сдаешь, это не твой бизнес, когда здесь живет сам хозяин, ради бога. Да, но если ведется бизнес, Airbnb, это по закону должно быть или одно, или другое. Да, и, кстати, я знаю, что надо страховать, правильно? Если ты инвестор, то ты страхуешь, делаешь liability. Да, своего вида страховки, когда общаешься с страховыми компаниями. Если кому-то сложно в этом разобраться, в том числе, как вести этот бизнес, у нас есть очень хороший человек, мы уже о нем говорили, менеджер, он этим занимается очень хорошо и успешно, Юра. Так что мы это видео отдельно сняли уже, и вы его можете посмотреть также по ссылочке, очень интересно, если вы хотите стать инвесторами вдруг. Ну, в принципе, мы все, да, показали? Да, я считаю, что это была неплохая инвестиция. Я желаю своему инвестору успешного бизнеса. Я верю, что бизнес здесь будет очень хорош. Реально близость к Диснею делает свое дело. Туристов очень много приезжает ежегодно. Так что желаю вам самого полного наполнения по хорошей цене. На этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. До свидания. Пока-пока. Утя, 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 Утя. Не боится. Ну, увидит, что нет ничего, в принципе, поесть. А я еще с меня. Клюнет, клюнет меня. Давай. Красавица какая. По делам пошла. ПОДПИСЫВАЮТСЯ Клюнет БРМ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok